Славянские рабы в империи монголов. Ордынское нашествие имело разрушительные последствия для Руси не только из-за сожженных городов и погибших воинов. Огромное количество жителей попало в плен и было уведено в рабство. Это была давняя степная традиция, ведь на границах кочевых каганатов находились колоссальные рынки сбыта живого товара – Крым, Византия, Персия и Китайские царства. В Орде нельзя было жить представителям Запада, иначе как послами, купцами или рабами. Последних было подавляющее большинство, и именно они строили города и здания, ухаживали за скотом и своими хозяевами, в случае войны шли на врага в составе рабских армий. Рабы были важнейшим элементом не только дохода, но и хозяйства монголов, не терпевших физического труда для большинства свободных людей своего общества. Их можно было держать дома для работы, для секса, для продажи их изделий или продать самих, как излишек на рынке, за хорошую цену. Поэтому походы за рабами были крайне важны. По сообщению плана Карпини, из населения русских городов, которые татары уговорили сдаться, они брали пленных, а над остальными учиняли расправы, а когда же выйдут к ним, то татары спрашивают, кто у них ремесленники, и их оставляют, а других, исключая тех, кого захотят иметь рабами, убивают топором. В результате похода Батыи на северо-западную Русь, плен, были угнаны, по приблизительным оценкам, от 40 до 90 тысяч человек. Большое число пленных татары взяли в Польше, например, в 1287 году, и на Руси, в частности, в 1391 году, под Вяткой. Часть их оставили для своих нужд, а остальных продали в рабство. По решению УГД, от 1234 года военнопленных, проживавших в монгольских домах, стали называть домашними рабами. Чтобы не устраивать постоянные разорительные набеги на славянские земли, монголы обязанность попасть в рабство, если не платить им достаточно дани. Татары желали, чтобы покоренные народы давали им десятую часть от всего, как от людей, так и от имущества. Пресловутая десятина касалась не только доходов, но и вообще всего ценного. Они отсчитывали десять парней и брали одного и так же поступали с девушками. Они отвозят их в свою страну и держат в качестве рабов, говорится в одном из известных источников. Место девичьей поля в Москве было как раз одним из пунктов сбора будущих рабынь во рту на территории русских земель, считавшихся улусом Джучи. Этому сообщению вторит русская летопись. В 1237 году в ней говорится, что татары потребовали с рязанского князя во всем десятины, в князьях, людях, конях и скотах. Десятина от скота и другого имущества семьи, кончур, была традиционным для Монголии размером дани. Не нужно забывать еще и о Крымском ханстве. За вторую половину XIV века было совершено 48 набегов крымских татар. Каждый такой набег завершался угоном в плен от пяти до пятидесяти тысяч человек. По оценкам ряда историков, всего с XIV по XVII век с русских земель было угнано в плен около трех миллионов человек. Фламандец Рубрук, посетивший Монголию и столицу монголов Каракарум в 1255 году, встретил там русского ювелира Козьму. Он изготовил ханский трон и ханскую печать и стал любимцем хана Гуюка. А другому русскому мастеру, искусному строителю, дали в жены француженку по имени Пакета, захваченную в Венгрии. Но это лишь любопытное исключение, участь большинства была незавидной. И если обычный пленник не заканчивал свой век в пастухах где-то на Алтае или в Зауралье, то погибал еще молодым на войне. Монголы широко применяли пленных в качестве живого щита, хошара, который принимал на себя удар вражеских стрел, копий и мечей. Известны рабские армии монголов во многочисленных войнах с бесконечно бунтовавшим Китаем. Аланы отправлялись в Пекин и там осело огромное число мужчин этого народа, известные русские воины, в войне монголов с Ираном. При раскопках царевского городища был открыт район, занятый в конце 13 века в основном маленькими землянками с очагом. Там могли жить со своими семьями рабы-ремесленники. Здесь же раскопана большая и глубокая землянка со стенами, выложенными сердцовым кирпичом. Видимо, это охраняемое общежитие рабов. Тесные полуземлянки, лишенные отопительных устройств, с русской керамикой и несколькими крестиками, раскопаны на Водянском городище. В одном из жилищ и вокруг него обнаружены остатки железоплавильного ремесла. Несколько русских жилищ времен Золотой Орды исследовано в Болгаре. Здесь также прослеживаются остатки ремесел. Рассказывая о притеснениях русских, черкесов и ясов во время ханства Узбека, Эламари сообщает, сколько раз он убивал их мужчин, забирал женщин и детей, уводил их рабами в разные страны. План о Карпине описывал приезд на русь ханского чиновника Сарацина. По его словам, население, оставшееся после угона в рабство, всех холостых мужчин и женщин, каждого из трех сыновей в семье, а также нищих, было обложено данью в виде мехов. И всякий, кто не даст этого, будет отведен к татарам и обращен в их рабство. Гильермо Рубрук добавляет, Русия. Вся опустошена татарами и поныне ежедневно опустошается ими. Когда русские не могут дать больше золота или серебра, татары уводят их и их малюток, как стада, в пустыню, чтобы караулить их животных. Под 1259 годом летопись упоминает о русских мастерах, бежавших к Даниилу Галицкому. И мастера всякие бежали из татар, сидельники, и лучники, и тульники, и кузнецы железу, и меди, и серебру. В числе рабов, татары особенно ценили русских женщин. Они ценились преимущественно как сексуальные рабыни и товар для перепродажи на юг и восток. Славянки не считались хорошими работницами по дому или мастерицами, чтобы продавать их в работу. А вот молодость и красота ценились высоко. После разгрома Москвы и ее окрестностей, Тамерлану, достались русские женщины, о которых его поэт восторженно писал в стихах. Что я скажу о подобных, как будто розы, набитые в русский холст. Значительное количество пленниц продавалось на невольничьих рынках Сарай-Бату и Сарай-Берке. Отсюда славянок, новые владельцы, увозили дальше. Большинство из них попадало в Среднюю Азию. В дальнейшем центр работорговли переместился в Крым, откуда русских невольниц отправляли порой в совсем уж отдаленные земли, например, в Египет. В Крыму центром работорговли становится Кафа, современная Феодосия, он находился под игом золотоордынцев и они привозили сюда рабов. Этот рынок работал вплоть до 15 века, по подсчетам историков, через него прошли около 7 миллионов человек, большинство из них девочки и девушки от 8 до 30 лет. Несколько раз, уже после распада орды, русские князья выкупали пленных и в описании оставались детали, например, Марфа 20 лет, родных не помнит, или Мария дочь Бондаря с прижитым татарчонком в неволе. Серапион Владимирский, очевидец нашествия на Русь, писал эпически трагично. Кровь и отец и братья наши, аки вода многа, землю напои. Множайше же братья и чадо наше в плен виденье быше, село наше лединою прорасташа и величество наше смирися. Красота паша погыбе, богатство наше, труд наш погане и наследоваша. Земля наша иноплеменникам в достояние бысть. Надо сказать, что монголы были щедры со своими союзниками и часто предлагали им в дар или временное пользование своих пленных. Тот же обычай зафиксировали французы у крымских татар, предложивших после похода их послу, русскую девочку или мальчика на выбор для утех. Иосафат Барбара, путешествовавший в 1436 году в Нижнем Подоне, рассказывал, что получил в подарок от ханского родственника 8 русских, доставшихся ему в результате набега. Часто в рабство попадали должники, не платящие дань и погрязшие в долгах. В летописи под 1262 годом говорится о произволе откупщиков дани в русских городах. Окупают басурмане дань и от того великую пагубу людям творят, устанавливают резы, проценты и многих людей уводят. Также большим спросом в Орде пользовались экзотические рабы. Известен французский зодчий, которого пленили в Венгрии и увези в Каракарум. В Копчаке можно было встретить и завезенных сюда греческих, а также нубийских рабов и, естественно, рабынь. Последние, в частности, окружали в 1333 году ханшу Баилун. Но не только сами монголы забирали рабов, в этом им охотно помогали и соплеменники. Летопись в 1375 году рассказывает о походе двух тысяч ушкуйников под предводительством воеводы Прокопия и Смоленина. Они захватили Кострому, разграбили ее, подожгли и многих христиан в полон повели с женами и с детьми. Далее речные пираты повторили то же самое с Нижним Новгородом, прошлись огнем и мечом по каме, и когда приплыли в Булгары, продали там весь христианский полон. Далее пираты поплыли в Астрахань, продолжая грабить христиан и убивая купцов. Они снова продали своих христианских собратьев басурманам, после чего были все истреблены астраханский ханом-солчеем. Венгерский монах Юлиан, писал о жестокости восточных властителей. Во всех завоеванных царствах они без промедления убивают князей и вельмож, которые внушают опасения, что когда-нибудь могут оказать какое-либо сопротивление. Ему вторят и Карпини, они посылают также за государями земель, чтобы те явились к ним без промедления, а когда они придут, то не получают никакого должного почета, а считаются, наряду с другими, презренными личностями. Для некоторых также они находят случай, чтобы их убить, как было сделано с Михаилом и с другими. Иным же позволяют вернуться, чтобы привлечь других, некоторых они губят также напитком или ядом. Но нужно заметить, что после переписи населения, в 1257 году, был установлен точный размер дани с дома, и крайняя форма порабощения, видимо, сошла на нет. То ли по причине частых бунтов населения, то ли из-за избытка рабов и без таких крайностей. Но рабом можно было стать не только нищим и должникам. На самом верху общества шансы были не меньшие. Ордынцы придумали принцип, который практически разрушал до основания культуру покоренных. Например, любой князь должен был получить ярлык, документ, который позволял ему править в своем княжестве. А чтобы тот был лояльнее, у него забирали детей. Заложники, несмотря на то, что юные княжья не содержались как рабы, а даже получали образование, о них заботились, приезжали на родину, они уже чужими людьми, носителями чужой культуры. Имели татарских друзей, врагов и покровителей. Так Александр Невский, например, очень тепло общался с Бату и его наследником Сартаком. Но менее родовитым везло куда меньше. Плана Карпини говоря кратко, они мало что едят, мало пьют и очень скверно одеваются, если только они не могут заработать что-нибудь, в качестве золотых дел мастеров и других хороших ремесленников. Но некоторые имеют таких плохих господ, что те им ничего не отпускают, и у них нет времени от множества господских дел, чтобы заработать себе что-нибудь, если они не украдут для себя времени, когда может быть должны были отдыхать или спать, но это могут делать те, кому позволено иметь жену или собственную хижину. Другие же, которых держат дома в качестве рабов, достойны всякой жалости. Хлеб на вес, но очень немного и ничего другого, как небольшую порцию мяса трижды в неделю. Ходят в меховых штанах, а прочее тело у них все ногое, иные от сильной стужи, теряли пальцы на ногах и руках. Русское население после Батыева нашествия страдало до крайней степени. Некоторые оставались жить среди монголов навсегда, смешиваясь с окрестными народами. В конце 15 века митрополит Гермоген писал сокрушенно. Многие де-русские полоняники и неполоняники живут у татар, и у черемисы, и у чуваши, и пьют с ними, и едят с одного, и женятся у них. Древней Руси пришлось долго восстанавливаться от страшного потрясения, пережитого при Батые. Но после окончания ордынского рабства настало рабство крымское, мало что поменяв по сути, по крайней мере для низших классов. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.